Всем привет и добро пожаловать на канал BibiTakiDolls. И сегодня мы с вами обсудим, какие же новинки кукол Integrity Toys вышли за это лето. 2 июня нам показали новую куклу из линейки Nippon. Называется она First Bite Misaki. И это кукла от дизайнера Марка Тинки. На этот раз Misaki выглядит как эмо. У нее ярко-розовые длинные волосы и челка. Мне очень нравится ее белое платье с рюшечками. Оно немножко в стиле готических лолит с интересными кожаными деталями ремешками. На ножках у куклы белые сетчатые колготки, на ручках черные митинки с оборками, а обувь это черные кожаные ботильоны на платформе. Наша девочка еще и вампир, поэтому глазки у нее красно-розово, цвета, такого же цвета губки. И на губках мы видим два вампирских клыка. Очень красивые объемные украшения. Это диадема с шипами и объемное ожерелье. Точнее ожерелье даже два. Одно в виде цепочки, а второе ожерелье с подвесками. Также в ушках есть не очень крупные сережки и все украшения сделаны из серебристого черненного металла. Маникюр у куклы, конечно же, черного цвета. Еще у Мисаки есть сумочка в виде черной клетки, внутри которой видно что-то ярко-ярко-розовое. Напомню, что куклы Нипон предназначены для японского рынка и в своих рассылках Integrity Toys не пишет ни тираж этих кукол, не их стоимость. Следующее письмо от Integrity Toys пришло 20 июня и было посвящено оно событию Pride 2023 и нам показали несколько аутфитов. Точнее даже не аутфитов, а аксессуаров. Фэшнбэка было два. Один с одеждой аксессуарами, второй с обувью. Оба фэшнбэка продавались по принципу первый пришел, первый купил. Тираж первого набора 500 штук на мир и его стоимость для членов клуба 75 долларов. В набор входили 3 шейных платка, 3 футболки, 4 пары рук, 3 из них женские, одни мужские и 3 веера. Все было в ярких радужных красивых принтах и мне очень нравится вот эта жестовая пара рук. А второй фэшнбэк это набор обуви для разных кукол Integrity Toys и стоил он для членов клуба 90 долларов. В набор входило сразу 8 пар обуви. Во-первых, это блестящие красные босоножки на платформе, ярко-оранжевые сапожки, желтые сандали на платформе, зеленые лаковые ботиночки на низком каблуке, синие балетки, фиолетовые кожаные босоножки на шнуровке, полосатые сабо на тоненькой шпильке и розово-голубые туфли-лодочки. И оба набора были в очень красивых географических коробках. 24 июня нам показали новую коллекцию кукол New Face от JCI Love. Коллекция называется Face Moments. На самом деле кукол было 4, но коробки 3, потому что в одной из коробок была пара кукол. Все куклы продавались через лотерею. Первая куколка это Надя, которая называется Printed Pink. Тираж ее 1200 штук на мир и стоила она 180 долларов. Скульпт у куклы Надя 2.0 Askington Sun Kissed, то есть чуть загорелый. У этой Наде огромная копна волос в мелкую кудряшку, волосы светлые. Нежный нюдовый макияж и весь аутфит в ярко-розовую клетку. Аутфит состоит из топа бюстье, короткой юбки и жакета. Мне очень нравится лицо, макияж и прическа у этой куклы. Она вышла очень нежная, красивая и какая-то выходная. Сразу видно, она хорошо отдохнула. Вообще люблю молд Нади, мне очень нравится. Носик у Нади и губки. Аксессуаров у куклы достаточно много. На ножках у нее сабо. На высоком каблучке тоже из такой же клетчатой ткани. Здесь солнечные очки в белой оправе с розовыми стеклами. Интересные украшения, что-то вроде пазлов с розовой эмалью. Это браслет, сережки и кольцо. И две сумочки. Одна маленькая, что-то вроде кошелечка в руке, из ярко-розовой лаковой кожи. А вторая сумка покрупнее. И, конечно, думаю, все вы видите в этой сумке сумочки Dior. Кстати, я показывала, как сделать похожие сумки. И вы можете посмотреть вот это видео, где я показываю мастер-класс, как сделать сумочку для куклы. Вторая кукла в этой коллекции это Ayumi и называется она Naturely Cool. Тираж 1200 штук на мир, стоила 180 долларов и продавалась через лотерею. Скульпт у куклы Ayumi 3.0, а скинтон FR Black. У этой куклы волосы коричневого цвета, длинные, прямые и с небольшой волной и с пробором на боку. Макияж у нее тоже довольно сдержанный, спокойный, в нежных нюдовых тонах. Ayumi мне тоже очень нравится, ее губки просто прелестны. Аутфит в песочных тонах состоит из футболочки, шортиков и куртки. И это интересная кукла, потому что у нее две пары ножек. Одна под каблук, а вторая на плоской стопе. Раньше мы такое видели у Poppy Parker, теперь такая же функция есть и у кукол New Face. И, конечно же, у этой куклы две пары ножек. Во-первых, у нее есть бежевые носочки и для ножек под каблук есть бежевые патильоны, а на плоскую стопу бежевые кеды. У куклы есть сумочка из бежевой замши, можно надевать ее через плечо или на пояс. Очень модные узкие прямоугольные солнечные очки с черными стеклами и в белой оправе. Украшение у куклы золотистая. Это двойная цепочка на шею, длинные прямые сережки в виде таких палочек, кольцо и очень крутая деталь, это часы. Причем выглядят они очень реалистично. Маникюр у куклы в коралловых оттенках. А третьим стал настоящий гифт-сет из двух кукол. Это Lily и Eden Blair, то есть куклы-близняшки. Тираж кукол 1200 штук на мир и стоил такой гипсет 275 долларов. И у этих кукол новый скин-тон. Называется он Blash. Насколько я понимаю, это бледненький скин-тон, немножко с розовым оттенком. В этой паре Lilith брюнетка, а Eden рыжая. У обеих кукол длинные прямые волосы. И давайте начнем с Eden. Макияж сдержанный в нюдово-оранжевых оттенках. Одета она в легкое воздушное белое платье. И сверху надето что-то вроде фиолетовой жилетки сиреневого, такого нежного цвета, бледненького. В ручках она держит клатч с салатовый, тоже нежного очень оттенка окантовкой. На ножках сиреневые колготки. На ножках у нее интересные бутильоны. Мне немножко все это напоминает бутильоны Harley Quinn, но они здесь в фиолетово-золотистых оттенках. Украшений у куклы немного. Это белые сережки с кисточками и кольцо. У Lilith тоже очень сдержанный макияж, очень спокойный, в нюдовых оттенках. Йод мне понравился больше. Это бежевого песочного цвета брючки. И очень интересная туника. Аксессуары у куклы в голубых тонах. Точно такие же сережки с кисточками и кольцо. И точно такие же бутильоны, но уже в сине-золотистых оттенках. У Lilith тоже есть сумочка и она синего цвета. 15 июля нам показали новую коллекцию с мероприятия кураторства. И этих кукол я показывала вам в своем телеграм-канале. Но давайте обсудим еще раз. И, кстати, если вы не подписаны на мой телеграм-канал, то внизу я оставлю ссылку и сможете подписаться. Там я выкладываю, не очень часто, если честно, но более быстро выкладываю какие-то новости. И первой куклой в коллекции стала кукла из линейки Fashion Royalty. Зовут ее Айша или Иша. Я называю Айша. Тираж этой куклы 600 штук на мир. И скинтон у нее Sun Kissed. Мне эта кукла напоминает белого кролика из Алиса в Стране Чудес. Конечно же, из-за своего очень интересного головного убора. Волосы у куклы коричневые и они собраны в сложную прическу. Красивый белый наряд с голубыми и золотыми акцентами. Немножко в стиле Рококо. Дополнен он белыми колготками в сетку и золотыми длинными перчатками. В ручках кукла держит красивую белую сумочку с золотыми акцентами. Очень интересная деталь с перчатками. Вообще, на перчатках прорисованы накрашенные красным лаком ногти. Это довольно странно выглядит. Не знаю, в чем была задумка. Красивые золотистые босоножки с белым носиком. И из украшений есть золотистые сережки, два браслета и кольцо. Следующим в этой коллекции стал Тьяго из линейки New Face. Называется этот выпуск Mixed Media. Тираж 600 штук на мир. Skin Tone Light Honey. И Тьяго здесь очень модный и яркий. У него шоколадного цвета волосы, мелкую кудряшку с подбритыми висками, широкие классические брюки бордового цвета, короткая малиновая рубашка и пальто с сиреневыми розами. И из-под классических брюк мы видим выглядывающие трусишки, тоже малинового цвета. У Тьяго есть очки в такой же малинового цвета оправе. В руках он держит довольно странную сумку. Это похоже на пластиковый пакет с водой. Интересная обувь фиолетового цвета из лаковой кожи на довольно высокой платформе. И достаточно много украшений. Это и бусы, и серьга, и два кольца, и браслет. Следующая куколка это Zuri из линейки Meteor. Тираж ее 600 штук на мир. Asking Tone A-Tone. Она в очень ярком аутфите. Состоит этот аутфит из комбинезона с ярким графическим принтом. И сверху как будто бы надето синее шелковое платье, атласное, с черной атласной подкладкой. Я сказала, что она в комбинезоне, но это не так. Она в топике и брючках. И можно поменять этот аутфит, потому что брючки можно заменить на короткую юбку точно с таким же принтом. В ножках у нее красивые синие туфли с шипами. И в тематику граффити тоже идет сумочка, потому что она выполнена в виде баллончика с краской. Объемные украшения серебристого цвета. Это длинные серьги, объемный браслет и кольцо. У куклы длинные черные волосы. Они собраны в высокий хвост и заплетены в косу. Макияж в розово-сиреневых оттенках. Следующая кукла это Poppy Parker. Называется она Silver Cloud. Тираж ее 600 штук на мир. И Skin Tone Japan. Это стильная гламурная дама с блондинистыми светлыми волосами. Болосы у нее короткие и зачесаны назад. Гуклы очень ярко накрашены глазами, с черными стрелками, с серебристыми яркими тенями. Губы нюдового оттенка. И на щечке есть родинка. Аутфит состоит из серебристой водолазки, черные юбки, черных колготок с блеском и белые шубки. Сумочка у нее в виде серебристой папки. Обувь это черные ботильоны с серебристым носочком. Черные солнечные очки в круглой оправе. И довольно много украшений. Все украшения серебристого цвета с черными камнями. Это сережки, три браслета и два кольца. Причем одно кольцо с черным камнем, другое с белым. Маникюр у куклы черный. Еще одна кукла из этой коллекции из линейки Fashion Royalty. Зовут ее Binna Park и называется Modern Renaissance. Тираж куклы 600 штук на мир из Kinton Japan. Это платиновая блондинка. Волосы ее собраны в вечернюю высокую прическу. Аутфит это вечернее черное атласное платье и с голубым шлейфом. Макияж у куклы в спокойных нюдово-золотистых оттенков. Украшения тоже золотого цвета. Колье и браслеты похожи на золотые ленты, которые обиваются вокруг ее шеи и вокруг ее рук. В ушках есть небольшие золотые сережки и платье украшено золотистой брошью с жемчужинкой. На ножках у куклы нарядные вечерние туфли черного цвета и с золотистым носком. Также у этой куклы есть пара интересных сменных ручек. Их кончики пальцев как будто бы окунули в золото. Но для членов клуба представили еще одну куклу от дизайнера Джесси Айла. И на самом деле это еще одна просто цветовая вариация той же самой куклы, которую мы с вами только что рассмотрели. То есть это еще одна вариация куклы Бинна Парк современный ренессанс. Эту версию куклу уже выпускали по предзаказу по количеству желающих. И стоила такая кукла 180 долларов. Отличается эта кукла именно цветами. То есть волосы у нее уже рыжекоричневого цвета, макияж более яркий с красной помадой, а шлейф на платье не голубой, а розовый. Сама кукла мне больше нравится в голубой версии, а вот аутфит в розовый. Украшения у нее те же самые, но уже не золотые, а серебряные. Туфельки точно такие же, но уже не с золотом, а с серебром. Но в этом случае что-то случилось с теми самыми ручками с золотым напылением на пальцах, потому что здесь это сделано немножко по-другому. Я так понимаю напыление там серебристое, но на фотографиях выглядит как будто бы у нее пластырь на каждом пальце. Не знаю как это будет выглядеть. Немножко странно на фотографиях. И 27 июля нам показали первую клубную куклу. Ею стала Поппи Паркер от дизайнера Дэвида Батри. По легенде ее пригласили на фестиваль Summer Bloom, но у Поппи Паркер очень насыщенное расписание и на следующий день она уже должна быть в Нью-Йорке на фотосессии, поэтому ей нужно очень компактно собраться в поездку. Называется она Suited for Travel. Тираж ее ограничен количеством предзаказов и стоимость ее 165 долларов. Скинтон у куклы Венгерский цвет волос блондинка. Волосы не очень длинные и уложены крупной волной. Лоб прикрывает густая прямая челка. У куклы нюдовые губки и глазки с широкой черной стрелкой. И давайте подробнее посмотрим на аутфит. Первая вариация это жакет и юбка-карандаш нежно-голубого небесного цвета. В ручках Поппи держит ручную кладь. Это круглый чемоданчик. Конечно же она в белых коротких перчаточках и на ручке у нее жемчужный браслет. Маленькие жемчужные сережки есть и в ушках, а на шее жемчужные бусики. По джакетам мы видим цветочный топ. На ножках туфли-лодочки голубого цвета. Есть вторая вариация этого наряда, когда вы снимаете свой строгий костюм и дополняете цветной топ такого же цвета юбочкой. Уже юбка солнца, пышная и все это превращается как будто в летнее яркое платье. В дополнение к этому образу сумка клатч. Принц точно такой же как на платье и с голубой крышкой. А набор украшений заменяется. Жемчуг снимаем и надеваем серебристые украшения. Цепочку с кулоном, небольшие сережки с голубым камешком и серебристый браслет. Красивый набор. Мне очень нравятся аксессуары Outfit. Немножко не понравилась прическа. Именно вот эта челка мне не очень понравилась, но я думаю кукла будет очень красивой и интересной в любом случае. Я обожаю когда Integrity Toys делают гифтсеты с большим количеством разных одежек, аксессуаров, которые можно между собой комбинировать. Это очень интересно. И здорово, что для клубной куклы они выбрали именно такой интересный для игры, в том числе вариант. Еще одна куколка Ниппон была показана нам в августе. The Night Shape Misaki. Это уже настоящая ведьмочка в огромной черной шляпе и Outfit в фиолетовых тонах. Мне очень нравится эта блузка из кружева с огромными рукавами и дополненная вот этими шортиками с высокой талией. На ножках у куклы интересные сапожки с черным кружевом и видно высокие фиолетовые чулочки сиреневые. Макияж у этой куклы конечно же яркий, ярко-розовые тени и темная-темная помада. В руках Мисаки держит небольшую черную сумочку. Маникюр конечно же черный. Из украшения у нее красивые сережки с розами, два кольца и брошка. Так как конвенция переходит в немножко уже другой формат, то нам начали показывать кукол этой самой конвенции. То есть это теперь не просто два дня, когда вы смотрите всех кукол подряд, а постепенно нам показывают разных кукол и все их могут купить. И тема этого года 7 грехов. И первая кукла это Tulabeltru и называется она Сладкое искушение. Тираж этих кукол будет ограничен количеством предзаказов на нее, а стоит она 165 долларов. Скинтон у куклы Japan. Куклы разработал дизайнер Марк Тинки и вдохновлялся он образом Евы. Итак, это блондинка с длинными волосами. Волосы собраны в высокий хвост и заплетены в косу. Ножки у этой куклы на плоской стопе. Ее аутфит в нежно-розовых тонах с небольшими золотыми вкраплениями. Состоит он из коротенького топа, очень сложной короткой юбки и сверху надето пальто. Макияж у куклы розовый, нежно-розовые, но довольно яркие губки и яркие розовые тени. На ножках у нее нежно-розового цвета, довольно грубые ботинки. Ботинки мне, кстати, очень нравятся. Сумочка небольшая и она из кожи питона. Очень интересно увидеть сумочку из кожи питона именно на Еве. Видим, что маникюр у куклы нежно-розовый. Есть солнечные очки в светло-коричневой оправе и с розовыми стеклами. И довольно много украшений. Во-первых, это крупный золотой чокер на шее. Тоже крупный золотой браслет с подвесками. Небольшие золотые сережки. Кольцо в виде бабочки. И самое очаровательное, это пять заколок, которые вы можете вдеть в ее прическу, в ее косу. И это пять очаровательных золотых бабочек разного размера. Мне кажется, это прелестнейшая деталь и очень круто, как они это придумали. Не знаю, расскажите, видите ли вы искушение в этой кукле и видите ли вы в ней образ Елы. Мне кукла очень нравится, но я не очень понимаю, почему она называется именно искушение и в чем здесь отсылки к Еле. Ну, помимо кожи питона, я бы, может, сказала, что эта кукла скорее какая-нибудь богиня весны или что-то вроде того. Но посмотрим, какие будут остальные куклы в этой коллекции. Мне очень интересно посмотреть, что из этого выйдет. Тема интересная. Я думаю, что можно сделать очень необычных кукол на эту тему. И уже под конец лета, 30 августа, нам показали новую коллекцию из 59. Первая кукла это Aurelia Grey и называется она «Очаровательный аметист». Тираж 750 штук на мир и стоит она 160 долларов. Тон кожи FR Black. Эта кукла полностью соответствует стилистике из 59. Это строгая вечерняя гламурная дама. Волосы пшеничного цвета собраны в сложную высокую прическу. Макияж у куклы яркий, в фиолетовых оттенках. На губах бордовая помада. Одета она в коктейльное платье белого цвета с сиреневыми цветами. И лифт отделан фиолетовым атласом. На ножках у нее сиреневые туфли с камнями. Сверху на платье надевается меховая накидка. И есть вариант образа с короткими фиолетовыми перчаточками. Сумочка у куклы небольшая, сиреневого цвета и из лаковой кожи. На шее у нее золотистые ожерелья с фиолетовыми камнями, но, очевидно, с эмкистами. И с такими же аметистами золотистые сережки. Вторая кукла это Виктуарру. Ее тираж 750 штук на мир. И стоит она 160 долларов. Скинтон у этой куклы светленький. У нее классический макияж 60-х годов. То есть глазки подведены стрелками, коричневые естественные тени и ярко-красная помада. Мне очень нравится аутфит у этой куклы. У нее строгое платье-футляр в черно-белую клетку. И сверху длинная накидка тоже из такой же ткани. Образ дополнен очень длинными черными лаковыми перчатками. И из такой же ткани сделана повязка на голову. Волосы у куклы цвета блонд и уложены в высокую сложную прическу. Обувь это черные лодочки. В ручках у нее есть строгая черная сумка, довольно объемная. Маникюр, конечно же, красный. А из украшений есть небольшие золотые сережки и объемный браслет. Третья кукла Каролин Фан. Это моя фаворитка. Тираж ее 750 штук на мир. Стоила она 160 долларов. Скинтон называется Джапан. Мне очень нравится лицо Каролин. Очень нравится этот молд. Он необычный, интересный. Может быть, более кукольный, чем обычно куклы Integrity Toys. Но мне очень нравится. Булосы у куклы темные и они собраны в сложенную прическу. Губы накрашены очень яркой красной помадой. Макияж глаз в коричневых оттенках. Аутфит у куклы в японском стиле мятного цвета. Это очаровательный комбинезон из атласа. И сверху надето болеро из парчевой ткани с золотыми нитями. Маникюр у куклы красного цвета. Из аксессуаров у куклы есть небольшой золотой клатч. Мунштук золотого цвета. Крупные золотые серьги с ментолового цвета камушками. А на ногах у нее золотые туфельки. В четвертом стал Лэр Дрейк. Его тираж точно так же 750 штук на мир. И стоил он 160 долларов. Скинтон светлый. И это очень классический парень. Он в классическом костюме. Черный пиджак, классические брюки, белая рубашка, футоньерка. Волосы у него пшеничного цвета, зачесанный назад и выбритые виски. На ножках классические черные лаковые туфли. И мне всегда нравится у мальчиков кукол носочки. Ничего не могу сказать по поводу именно этого персонажа, потому что это такой беспроигрышный вариант. Скорее как дополнение в этом случае, а не основная какая-то фигура. Потому что это такой универсальный парень в костюме, который может подойти всем. Из аксессуаров у него, помимо бутоньерки, есть еще часы. Выглядит тоже очень реалистично. Была еще пятая кукла. Называлась она «Сумерки в голубом топазе». И эта кукла уже через лотерею. Тираж ее 750 штук на мир и стоимость 170 долларов. И это брюнетка со светлым скинтоном. Интересная и яркая кукла с ярким макияжем. На глазах у нее яркие черные стрелки, красная помада на губах. Аутфит состоит из нескольких частей. Это корсет, узкая юбка длинная и шлейф. Его можете менять по-разному и получать разные варианты этого аутфита. Дополнен наряд очень длинными черными лаковыми перчатками. Обувь это черные лодочки с камушком, черная сумка-клач и очень объемные украшения. Это огромное колье с огромным количеством деталей. И, конечно же, с камнями. И такие же объемные золотые серьги. Маникюр у куклы красный. Вот такие новинки нам показали Integrity, то есть этим летом. Я надеюсь, вы провели это хорошо. Вы отдохнули и набрались сил. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал. И совсем скоро мы встретимся с вами снова.